привет всем кто смотрит мой канал меня зовут марина хочу сегодня снять видео о своих пока что семьи помада два карандаша у меня будет и помады красных оттенков и расскажу покажу какие у меня есть и коллекция у меня небольшая но вот сейчас меня красный цвет заинтересовал и я хочу немножко увеличить численность своих красных помад и давайте начнем с карандаша карандаш буржуа это считай помада потому что финиш такой в оттенке 06 вот такой вот немножко такие толстые полосы буду рисовать видно было это такой вот прям красный видите без всяких вот каких-то примесей чисто красный красиво смотрится на губах хоть хоть если у вас активные глаза неактивные если на вечер допустим красиво если вы на день используете этот карандаш что можно акцент сделать только на губах и как бы не будет чересчур ложится хорошо стойкая стойкий и вот он как прям масло ложится как ну как помада поэтому помаду я не покупала из этой серии а вот карандаш взяла вот такой вот дальше gosh в оттенке 003 кардинал red это мои любимые карандаши это больше такой я бы сказала винный оттенок я бы не сказала из хотя здесь написано что это красный до кардинал но но больше такой вины уходит такой сама сам карандаш очень хороший мне нравится больше чем допустим вот этот карандаш хотя этот тоже хороший но этот мне нравится больше стойкий хорошо ложится не подчеркивает шелушение на губах красиво смотрится как бы вот дальше давайте буду показывать дальше такой помада в карандаше это golden rose в оттенке 20 вот такой вот оттенки 20 но у меня еще кстати где то есть карандаш там вот именно красный он идет это тоже красный она одну минуту есть еще один оттенок вот прям красный это тоже видите он и не такой красный чисто красный как допустим карандашик буржуа и не такой винный как гош вот что-то между видите тоже хорошо ложится не так не такой стойкий как вот эти два карандашика нужно поправлять его но все таки красиво смотрится не растекается ну то есть это матовый стик вот но эти помадки но эти помадки одно время прям на ю тубе о них только и говорили и действительно они хорошее дальше покажу вам помадку от gosh 169 оттенок это кремовая помада кремовая помада но она стойкая она не растекается это уже ну то есть финиш здесь не матовый вы видите такая увлажняющая очень красиво тоже смотрится увеличивает губы комфортная повторюсь не затекают вот эти если у вас есть какие-то вот эти вот знаете вот бывает когда допустим помаду какую-то жирненькую нанесешь и она входит вот эти вот трещинки какие-то смотрится некрасиво а вот эта помада она не растекается она держится она комфортно она не липнет то есть прекрасная помада аромат аромат такой приятный вот но такие вот помадки в таких же футляр чеках идут матовые помады у гош поэтому не перепутайте эта серия именно таких кремовых помад дальше дальше у меня это бюджетная essence в оттенке 12 это такая вот цвет больше похож на сейчас сравним вот ее нанесла больше вот похож на карандашик от буржуа но это тоже не матовая это кремовая помада но она более такая видите более прозрачная не скажу что я от нее прям в восторге обыкновенная помада вот эти остальные что я вам показываю они мне очень нравятся то есть и для профессиональной работы если вы визажист они хороши и как бы для себя вот эта помадка ну так так себя вот дальше дальше помадка глэмби это по-моему по-моему вот эта сеть магазинов eva и польский какой-то бренд создали вот эту вот версию глэмби у них там и для ресниц туши и ну то есть помадки вот вот эта помадка в оттенке 07 это матовая помада она такая жиденькая вот она жиденькая но она очень стойкая немножко подсушивает губы конечно если они у вас свои не подколоты то будет подсушивать она прям как как краска для губ знаете вот въедается и потом остается немножко от нее тинт вот такая она сейчас застынет и будет прям матовая вот принципе если вы куда-то идете да что знаете что вам нужны чтобы губы были стойкими то принципе и бюджетно очень бюджетно что-то там до 100 гривен не помню цену вот и моя любимая помадка на данный момент в оттенке 07 тоже это уже идет релуи бархатный финиш эффект объемных губ я вам ее уже показывала такая помадка это аналог помадки сифора то есть она именно серии не матовые но в смысле матовые но с сатиновым финишем вот она сейчас она застынет но она 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 стойкая очень она не не сушит губы комфортно ощущается на губах и вот оставляет после себя на сатиновый такой эффект вот из серии вот таких вот помадок только у меня была красная ее подарила сестре вот это тоже только естественно по цене намного бюджетней но по качеству я я бы сказал что не уступает мне бы хотелось попробовать остальные оттенки но цвет немножко не такой конечно как сифора сифора цвет такой он выбеливает зубы красивый такой прям сочный такой я не помню название по моему бразильское солнце как-то так но шикарный цвет это немножко нет не такой цвет но повторюсь что по качеству по потому как носится как смотрится она прям вот один в один вот так вот что касается еще у меня матовая помада но она вот это уже не ну как бы не красная а уходит в кирпичный где бы вам показать вот здесь ниже немножко пущу это сифора семнадцатый оттенок вот вот это вот матовая матовая помада вот она но я повторюсь что уходит она больше в кирпичный не больше вот как бы какие помадки нравятся оттенки вернее сейчас она вот застынет и она становится прям матовая вы можете видеть что вот это глэмби видите которую я наносила она действительно вот как краска взялась и все вот она вот глэмби она прям такая термоядерная я ее брала с собой когда ездила во львов я ее нанесла и она у меня держалась до последнего сифора она держится не будет держаться вас целый день ее нужно будет поправлять особенно если вы перекусили поэтому вот это конечно по стойкости вот это и вот это тоже хорошо держится вот и все у меня больше красных помад нету поэтому я хочу еще попробовать помадки от мэйбелин матовые еще куплю в сифора красную помаду из вот этой вот серии именно чисто матовая ну и вот как-то так посмотрю где еще есть красивые оттенки красных матовых помад вот поищу посмотрю на этом все это топ моих восьми красных средств для губ красных оттенков напишите свои какие у вас есть красные какие у вас помады есть красных оттенков и вообще есть ли они у вас может вы не любите красный цвет может что-то посоветуйте чтобы была стойкая красивая не сушила комфортно и поэтому буду ждать ваших комментариев ставьте пальчики вверх если было вам полезно видео и и следующее видео будет о моих нюдовых помадах карандашах так что до новых встреч увидимся пока и и